Межпарламентское сотрудничество и парламентскую дипломатию обсудили участники одноименного круглого стола в Народном собрании республики. Вначале модератор Ливон Галустян рассказал о становлении Абхазского государства и роли парламента в деле его признания. Плодотворным является сотрудничество с Южно-Российской парламентской ассоциацией, куда Абхазия вошла задолго до официального признания независимости, еще в сентябре 2005 года. И именно такие организации позволяли доносить правду о ситуации в республике. Через институт ЮРПА Абхазский парламент выходил на различные площадки в России. Объединяющая парламенты Юга России, Республик Северного Кавказа, Южно-Российская парламентская ассоциация, одной из первых, обратилась к центральной власти в Москве с призывом признать Республику Абхазия. Александр Страничкин, будучи в то время депутатом Народного собрания, сегодня рассказал, как непросто было стать членом Нижнопарламентской ассоциации. По его словам, большинство членов не видели Абхазию в составе этой организации. Первоначально вопрос стоял, когда мы предложили, был вопрос о том, чтобы выступить в качестве, чтобы мы были в качестве наблюдателя. И именно в Волгограде заместитель председателя парламента Северной Осетии Кисаев выступил и сказал, что мы поддержим Республику Абхазию, чтобы она вошла ассоциированным членам. По словам Страничкина, было бы большой ошибкой отказываться от сотрудничества с регионами. Наоборот, такого рода взаимодействия необходимо развивать, по примеру, других государств, признанных мировым сообществом. Такая страна, как Беларусь, не стесняется, работает с регионами Российской Федерации. И многие документы, которые мы подписали в свое время на уровне уже правительства, они тоже реализовывались и должны дальше развиваться. В свою очередь, депутат Народного собрания Нагорно-Карабахской республики поделился опытом своих коллег и рассказал, что Арцах сотрудничает со всеми, кто проявляет положительный интерес к республике. И выразил надежду, что и с Абхазией Карабах ждут более тесные отношения. Мне кажется, в скором будущем не будем забегать вперед, но по нашим данным тоже, в нашем министерстве иностранных дел уже провели определенные работы. Мне кажется, в ближайшем будущем у нас будет еще одна такая хорошая новость. Будем создавать вот эти круги дружбы здесь. Историк и политолог Беслан Камки уверен, что все государства, образовавшиеся в результате геополитической борьбы, необходимо развивать и укреплять за счет межгосударственного сотрудничества. Еще и потому, что современный мир с авантюрным подходом в международных отношениях грозит поглотить такие страны в случае их политической слабости. То время, в котором мы сейчас находимся, оно должно быть максимально использовано для того, чтобы укрепить социально-экономический потенциал страны. И как можно больше идеологизировать, возможно, потому что вот те вызовы, которые действительно существуют, они могут под вопрос поставить существование этих республик. Аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром обсудили за другим круглым столом. Его активными участниками стали представители ученой, театральной и музыкальной среды, а также зарубежные гости Абхаза из Турции и Германии. Они рассказывали о своем опыте сохранения языка и культуры в условиях агрессии. Были на круглом столе чиновники от культуры из Москвы, которые признали, что смогли кое-чему поучиться у своих абхазских коллег. Я и мои коллеги очень многому учимся здесь, в Сухуми. В первую очередь это археология, это древние памятники, это подход к сохранению культурного наследия. Мне очень приятно, что нам есть чему поучиться друг у друга, и это очень полезно. По словам Емельянова, правительство Москвы поделилось с абхазскими коллегами нормативно-правовой базой в части охраны историко-культурного наследия с целью усовершенствования законов нашей республики. Мы уже поделились с нашими абхазскими коллегами этими документами и готовы работать над тем, чтобы совершенствование законодательной базы республики Абхазии продолжалось, и все это шло на благо делу сохранения наследия. По словам министра культуры Эльвира Арсаля, подобные мероприятия способствуют развитию международных связей, а также подстегивают внутреннюю работу. Очень разные направления сегодня и образование, и обменная театральная деятельность. И как перспективу мы рассматриваем межмузейное сотрудничество, которое сегодня для нас сложно, потому что у нас пока не работает законы, регулирующие передвижение культурных ценностей. Но мы сегодня об этом тоже будем говорить, чтобы наметить какие-то оптимистичные прогнозы уже на будущее. В рамках конференции «Десять лет признания. Итоги и перспективы» состоялось шесть круглых столов, где участники обсудили самые актуальные вопросы современной жизни страны и аспекты ее развития, а также подвели итоги десяти независимых лет.